Да. Вопрос. Ещё вопрос давайте. У вас правда неплохие рациональные аргументы, и я думаю, вы убедили многих в этом зале. Как вышло, что ваше движение в Израиле использует так много нееврейской, по сути, фашистской символики, все эти жёлтые майки, слоганы и символы? Послушайте. Вам что, не нравятся жёлтые майки? А синие были бы лучше? Или вам не нравятся вообще все майки? Так? А как вы относитесь к тому, что, скажем, Бней Акива носят униформу? Вам это тоже не нравится? Скажите, когда в последний раз вы задали этот же вопрос Бней Акива? Бней Акива. Подождите. В любом случае, в первую очередь надо понять, что мы обращаемся к еврейскому народу, который, увы, забыл об иудаизме и истине. Это трагедия. Его сбросили в низину порока с духовной высоты, где он когда-то был. Например, ещё предстоит написать серьёзный труд о том, что было сделано в Израиле сефардскими евреями. Если вам нравится говорить о расизме, то расизм – это то, что было сделано сефардскими евреями. Это были люди, стоящие на невероятной высоте святости, и у них отняли весь их иудаизм. Их бросили в мир, о котором они ничего не знали. Какой марокканский еврей знал об убийствах, грабежах, изнасилованиях, и кто вообще слышал о подобном в Марокко? Или в Ираке, или в Ливии? Кто слышал о таких вещах? Они узнали обо всём этом, когда попали в Израиль. Следовательно.